но мне кажется что он сейчас рухнет туалет то есть вы и дети вот пользуетесь вот такой уборной да у меня маленький в горшок ходит подожди ты при займитесь попозже перезвони говорю на индивидуальном обучении получается трое нас один сын у вас сидит сейчас 2 я слышал что он попрошайничал сейчас не учится потому что там недели вот как по вашему у вас пятеро детей в таких условиях они вообще может жить когда полы проваливаться когда дома грязь когда нет отопления когда нет еды нормально нет одежды но это сложно назвать порядком там вещи не стирано белье у нас чистить знакомые мужчины вас там спят это мой брат это ваш брат конечно посторонних мужчин нет а ничего что ваш несовершеннолетняя дочь работает работает для своего ребенка сколько ему 10 месяцев на что вы живете на зарплату мою и брат получает а брат где работает у вас на мойке а дочка работает а вторая дочка подрабатывает да ну среднем сколько у вас 7 уходит вместе с бабушкой на пенсии 50 тысяч месяц да ну раз вы вам соседи помогают с одеждой для малышей то есть возможности вас купить одежду не для них да почему нет я покупаю коляску я покупала кроватку детскую но для внука имеется да а для детей у меня куртки у всех есть даже бывает выкидываем а по поводу вот вашего внука вы обращались куда в полицию следственный комитет да что вы писали за заявление но она еще беременна на тот момент было что проживала нас парнем такую такую-то фамилию он к ним приезжал в следственный комитет но избежал драматнил из подруг сбежал убежал а я просто даже смеяться начали как у нас говорят прямо из подруг вылетел и куда ушел неизвестно никто не знает а когда это было было ну считайте ребенку 10 месяцев а это было еще когда она беременна тимур все и вот и маму демки вот твои уроки тетрадь 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 краски вот вот а эти я не знаю вы пиваете нет но как-то пытались улучшить условия там не знаю обращались мне знакомые водитель губернатор помогает ну спрашивает а как бы с губернатором разговаривал вот это до сих пор нету до этого подавали заявление лейла одевай ему колбаски за подавали заявление что ну по поводу жилищных условий и вот толку нет никакого вообще вот а куда вы заявление подавали в этот ездили блин как она ну где губернатор сидит туда ходили в администрацию хотели писали заявление по поводу а органы опеки приходили к вам в соцзащиту да все были че толку вот че толку но вам как-то кто-то помогает вообще помогает друзья мои просто деньгами со всеми там помогают а так а для детей вещи питания никто не помогает а вы обращались куда там благотворительные фонды соцзащиту обращались мы на очереди стоим на очереди по жилью вы имеете ввиду или по поводу помощи по поводу жилья тоже мы взяла очереди стоим да тогда нас все все наплевали на нас да вы здесь прописаны все ну и как вот выживать в таких условиях они знают что вот как-то выживаем зимой здесь какое отопление у вас только обогреватели все и дети в холоде спят не холоде обогреватель а котел да хочу пусть посмотрят на плитке есть готовим на маленькой газа нету блин полы плавают правда это ваша кухня да полы здесь тоже проваливаются но вы че не видите вот плитка вот газ вот это котел который это котел это котел да вот вот трубы идут вот они через черта как будто нагревают эту комнату откройте пожалуйста холодильник что у вас холодильники что здесь есть а там что у нас поэтому нас жаркое вот это геркулес картошка, суп, ну в общем все что. А для малыша есть какое-нибудь питание? А вот геркулес для него. Отложите пожалуйста, достаньте. Только геркулес и все? А чем еще кормите? А он все подряд приест, и картошку, вот это все. Но ему же еще и года нет, да? Да. То есть никаких смесей специальных, ничего такого нет? Нет, смеси мы не получаем. Только геркулес и то, что взрослые едят, да? Нет, мы ему отдельно готовим. Вот, вот это картошку, картошку мы готовим. Дай Сошку, дай Сошку. Полы у вас давно так проваливаются? Да. Не пытались перестелить, ремонт сделать какой-то? Ой, там делают, там вода, как делать-то? Зимой же не делают. Зимой же не делают. Зимой же не делают.